Девушки отдыхают 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 Вы знаете, в этом мире есть много церквей. Да, конечно, между церквями будут какие-то разницы. Но есть какая разница? Есть церковь, которая передает слово, Евангелие, и люди становятся чистой душой. Но есть церковь, которая не точно объясняет, как мы можем получить прощение грехов. Есть церковь, которая просто говорит, делайте добрые дела, живите хорошо, милые семьи. Но люди, которые хотят такую церковь, они хотят жить чистой жизнью, но они являются семьей греха, поэтому они не могут делать. Знаете, до 19 лет я хотел именно в такую церковь. Я старался делать добрые дела. Я всячески старался очиститься от греха. Тогда я должен был стать хотя бы немного чище. Но чем время шло? Я не становился чище, наоборот, у меня становился больше и больше греха. Я каждый день просил, чтобы Бог просил мои грехи. Хотя я молился, но я не мог проверить, действительно ли мои грехи очистены или нет. Кажется, что маленькие грехи, маленькие плохие вещи очистены. Но большие грехи, большие преступления, мне казалось, что как бы я ни молился, они не очищаются. И тогда я начал читать Библию. Я несколько раз прочитал Библию. Постепенно у меня начали появляться чувства понимать Библию. Тогда я понял, а с чем хочет нам сказать Библия? И после того, как я это понял, что я удивился? А, я до сих пор неправильно вёл духовную жизнь. До сих пор я старался очистить мои грехи. Я покаялся, и я старался, чтобы очистить мои грехи. В то время не только я, но все окружающие меня так поступили в церкви. Поэтому я никогда не думал, что это неправильно я поступал. Но когда я читал Библию, что я почувствовал? А, грехи невозможно очистить нашими силами. Моими стараниями невозможно очистить грехи. Я этот факт обнаружил. А, моим трудом, старанием невозможно очистить грехи. Из-за того, что мы не можем, поэтому Иисус пришёл на землю. Иисус умирает на кресты, чтобы очистить наши грехи. Если крест совершенным образом очистил нас. Значит, то, что у меня нет греха, это правильно. Когда я читаю Библию. Особенно 31 глава книги Еремия, 34 стих. Что написано? Я очистил их беззаконие и не воспоминал грехов их. Так говорит Господь. То есть, если Господь очистил, значит, он совершенным образом очистил. Да, Бог говорит, я очистил и беззаконие, и грехов их не воспоминал более. Да, действительно, Бог очищает, а не человеческие грехи. Не, я могу очистить грехи. Это Бог очистил мои грехи. Поэтому Бог возложил все наши грехи на Иисуса. Господь возложил все наши грехи на Иисуса. И теперь грехи не у меня, они были переданы на Иисусу. И если мои грехи были переданы на Иисусу, тогда больше я не могу быть грешником. Особенно в первой главе Евангелия от Иоанна, 29 стихе. Там написано, на другой день видит Иоанн, идущий к нему Иисуса. И что тогда сказал Иоанн? Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Знаете, это очень известное слово. Поэтому очень многие люди выучили этот стих. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Что сказал Иоанн Креститель, несмотря на Иисуса? Говорит, что он взял грех мира. Взял грех мира. Это действительно так. А в Америке мы проводили рождественскую контакту? В 21 городах мы проводили контакту. Мы в 합чангах 100 человек. Членов хора где-то 100 человек. 장비도 굉장히 많았습니다. Но также очень много аппаратов мы должны были переводить. И какие там есть аппараты? Есть декорации для сцен. Их, например, одежда. Их, например, одежда. Их, разные предметы. Их, разные предметы. И также есть необходимая система для трансляции. Нью-Йорк из Нью-Йорка ехать до Лос-Анджелеса. Потому что в Лос-Анджелесе едут другие города и проводят контакту. Нью-Йорк из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса нужно ехать 4000 километров. Три дня подряд нужно без остановки водить машину. Их, 20-метровых машин очень несколько едут. И два водителя меняются. И всю ночь, весь день они едут. Их, 20-метровых машин не едут на грузовиках. Их, 20-метровых машин не едут на грузовиках. Их, 20-метровых машин не едут на самолете и едут в Лос-Анджелес. Потому что очистки леса palavras все от стойбу, 18-метровые машины в грузовике. Их, 20-метровые машины. Хор едет только просто на самолете. Вещи уже загрузили машиной. Поэтому хор не везет с собой вещи. А что везет вещи? Да, грузовик ведет. И сцену ведет. И ведет аппаратуру. И ведет аппаратуру для трансляции. И потом разные декорации ведет. И одежду везет хора. А хор едет пустыми руками. Действительно так. То же самое. Когда мы идем в Царство Небесное. Наши грехи Иисус уже взял на себя. А мы с пустыми руками идем. Иисус если берет наши грехи, он все берет с собой. Иисус не станет оставлять несколько грехов. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Неважно, вы верите в это, не верите. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Так нам говорит Слово Бога. Это значит, что Господь Бог, Иисус Христос, взял на себя грех мира. Неважно, что говорят ваши мысли. Библия говорит. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. И в тот момент Иисус взял грех всего этого мира и пошел. Это не говорит вам пастор Уксу Пак. Или не какой-то известный теолог вам говорит. Не политик, или кто-то другой не говорит вам это. А Библия, которая является Словом Богом, говорит вам. Библия говорит. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Кто говорит? Да, смотря на Иисуса, говорит. Что говорит нам Библия? Что Иисус что Он пошел взять на себя грех мира. Именно поэтому нам не надо решить вопрос греха сами. И ничего не осталось, чтобы мы сами решили грех вопрос. Иисус отчислил где-то 90% грехов. 10% он 네가 알아서 해라. А 10% давай сам решай. Если бы Иисус так поступил, нам надо решить вопрос греха. Но Иисус все остальное оставил. Но если даже нам придется дать Иисусу грехе, проблема будет. Потому что все, что относится к грехам, мы все неправильно делаем. Поэтому все должен делать Иисус. Если мы что-то делаем для решения греха, это значит, мы принимаем Иисуса. Потому что мы думаем, что Иисус плохо сделал. Поэтому нам надо что-то сделать. Иисус сделал с грехом. Поэтому мы должны помочь Ему. Но сама эта мысль уже не верит в Иисуса. Вопрос греха не мы должны делать. Но Сатана обманул людей. И мы не смотрим на то, что сделал Иисус. А сделал, чтобы мы думали, что нам надо что-то делать. Да, действительно так. Вот когда я рисую. И когда брат рисует. Что будет важнее? Для меня важнее, когда я рисую. Я интересен тем, что я сделал. Да, мы всегда. Человек так делал, чтобы ему казалось, что это надо делать. Но что бы человек ни делал, он не может решить даже каплю вопроса греха. Те люди, которые передадут истинное Евангелие. Да, говорят, что делать людей, старания людей бессмысливые. И помимо деяния Иисуса Христа, ничего не может решить вопрос греха. Но Сатана обманул людей. Ой, когда я делаю добрые дела. Когда я верно служу. Когда я честно работаю. Когда я стараюсь, чтобы решить вопрос греха. Когда я осознаю свои грехи, это очень важно. И те люди, которые таким образом думают, и те люди, которые упают полностью на Господа Бога, они отличаются душой. По сути, это дело, чтобы мы не верили, что Иисус Христос отчистил свои грехи, чтобы мы и сами что-то старались делать. И поэтому дело, что мы думали, что когда мы молимся, когда мы живем, когда мы честно живем, когда мы много молимся, тогда это будет полезно для Бога. Но большинство религиозников считают, что они должны делать что-то, и это важно. Но таким людям мы передаем Евангелие. Нашими делами мы никак не можем решить вопрос греха. Помимо Христа, Иисуса Христа ничего не может решить вопрос греха. Я так говорю. Это люди отвечают мне. Что, значит можно ничего не делать? Значит можно грехить сколько угодно? Таким образом ругают и осуждают наша церковь. Когда Павел передавал Евангелие, каждый раз, когда передавал Евангелие, очень много было гонений и противлений. Слово Павел, он был гонителем в первое время? Как в первой главе Евангелие, когда Иисус родился, царь Ирак хотел убить младенца. И сатана так обманул людей, что они думали, что моим добром, мои праведности должен. И таким образом он закрыл путь к праведу Иисуса. Но когда мы передаем это слово истинный, И каждый раз, когда мы передаем, что не нашими стараниями, а когда мы принимаем то, что Иисус Христос уже сделал за нас. Что-то нас снова поднимает гонителей, чтобы они мешали, чтобы мы не могли больше с силой передавать Евангелие. А в истории христианства Да не было таких людей, которые получали гонения, кроме тех людей, которые передавали истинное Евангелие. И также всегда в церковь, которая передавала истинное Евангелие, передавала слово, у них всегда были гонения. Поэтому Господь Бог нам говорит Блаженные изгнанные из-за правды, Ибо их есть Царство Небесное. Что вы должны знать? Если вы входите в какую-то церковь, служите Господу Богу, Если та церковь не передает Евангелие, если через эту церковь никто не получает спасение, там не будет никаких гонений. Но напротив, если мы передаем Евангелие, люди получают спасение, Если рождаются свыше, тогда обязательно будет за этим следовать гонения. Здесь написано, Блаженные изгнанные из-за правды, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные вы, когда будут поносить вас, Игнатия, и всяческие неправда и злословить за меня, Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда в Евангелии. Так гнали и пророков бывших прежде вас. Что нам говорит Библия? Что, когда мы будем передавать такую Евангелие, обязательно будут гонения. Что нужно делать, когда будут гонения? Радуйтесь и веселитесь. Велика награда в Небесах. Когда мы получим награду? Когда будем передавать истинное Евангелие. Тогда будут гонения. Когда будут гонения? Когда люди будут рожать свыше, тогда будут гонения. И поэтому, когда мы передаем Евангелие, 그냥 все 사람들 듣기, что 착하게 사세요, 진실하세요, 사랑하세요. Тогда никаких гонений не будет. Но когда мы передаем истинное Евангелие, когда люди будут получать спасение, рождаться свыше, тогда обязательно будут появляться гонения. И когда будут гонения. Смотря на эти гонения, мы можем узнать, что это есть истинная Церковь Божия. Дьявол, который имеет власть над небом и землей. Знаете, кого он гонит? Именно истинную Церковь Божию он начинает гнать. Даже если эта Церковь очень большая, но если там нет деяния рождения свыше, то Сатана не будет гонять эту Церковь. И поэтому, как мы можем узнать, что это Божия Церковь? Да, здесь написано, будут вас поносить, поносить. Гнать, истячески неправду засловить за меня? Радуйтесь и веселитесь. Велика награда на небеса. Знаете, когда мы передаем ему англии, у нас тоже бывают гонения. Когда мы получаем гонения, здесь написано, радуйтесь и веселитесь. Знаете, хотя не радостно. Ой, наоборот, появляется гнев. Очень обидно. И мы страдаем. Но даже когда я читал Библию, написано, радуйтесь и веселитесь. Как можно радоваться? Ну, здесь написано, радуйтесь, поэтому надо радоваться. Что же делать? Да, я так поступал. Я так был благодарен. Так что я стану тем, который получил награду. И ко мне приходят гонения. Нару 욕하는 사람도 있네. Есть те, которые лжесвидетельствуют против меня. Питбак и будут гнать. И всячески неправду засловят меня. Я видел, когда многие люди лжесвидетельствуют, засловят меня. Но когда я читаю Библию, А, Библия уже заранее знала, поэтому так сказала нам. Бог уже заранее знал, что будут такие вещи, поэтому написал Библию. Значит, наша награда в небесах будет велика. Значит, я могу действительно радоваться. И в последнее время чуть-чуть стало радостнее. Я просто сказал, чтобы радоваться, хотя не радоваться. Но теперь в моей душе появляется радость. Да, теперь я смогу в очень маленьком месте также с теми, нашими пророками, которые были ближе на нас, которые тоже гнали и подошлили. Да, в день славы, когда я встречусь с Богом, Бог сказал, «А, тебе тоже гнали!» Знаете, я тоже получил гонения. Наши церкви, многие люди 고난을 당하고, 어려움을 겪는 걸 볼 수 있어요. Поэтому, 여러분, 우리 앞에 Паулы 그랬고. Перед нами Паул так жил. 근데 Паулы 복음 전ада Пилиппо 감옥에 걸었잖아요. Паулы тоже помнил это слово. В полночь он вместе с Силой они прославляли Господа, радовались. Тогда было землетрясение. И основание темницы расшаталось. Все двери открылись. И все узлы упали с рук их. И затем рассказывается, как охранник получил спасение. 그리고 정상적으로 이제 옥문 열고 나가는 걸 볼 수가 있어요. И потом, нормально открылись ворота и они смогли выйти. 여러분, 이런 이야기 볼 때 너무 하나님 앞에 감사하고, 감사하고. Знаете, когда я вижу такие вещи, я очень Господу Богу благодарен и благодарен. Внутри нас есть Господь Бог. И 세상의 신은 그 하나님을 신하고 미워하기 때문에. Но Бог этого мира ненавидит Господа Бога. 하나님의 Богом 전하는 자 항상 пипаки 있었어요. Поэтому у людей, которые передали Евангелие Божие, были гонения. Честно говоря, вы не любите гонения, да? Что вы любите? Вы хотите передавать слово перед многими людьми, они будут подходить. О, наш пастор такой хороший, такой духовный. И, конечно, когда вы думаете, ай, ой, 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 ой. И, конечно, как бы, ой, 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 ой. Тогда вы, ой, 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 ой. И вы хотите так жить, да? Но Библия нам говорит так. А, Петр исцелил храмов, который сидел у храма. И в тот день многие люди посмотрели на Петра. И Петр передавал Евангелие, и 3000 человек получили спасение. Подумайте. А, знаешь, говорят, вот этот храмов, который сидел у храма, он стал благодаря Петра. О, это правда? Мой тоже сын храмой, может, он тоже его сын? Приведите Петра. Так поступает министр. Должны были так поступать депутаты. Поэтому, казалось бы, если он исцелит его сына, тогда и будет давать деньги, дом, одежда, все. На следующий день Петр находится в большем доме. Где? В Тюрьмице. Как такое могло произойти? Ведь такое деяние было. Но он все равно передавал с дерзотовением Евангелие Бога. Если мы посмотрим Библию, да, это Евангелие всегда происходит в гонениях. Те люди, которые не хотят гонения, которые хотят благополучия, не могут идти гонения. Мы, если будем передавать с дерзотовением Евангелия, это будет гонения. И в такой трудной ситуации с гонениями, посредством силы Иисуса Христа, многие люди будут получать спасение, и мы получим славу Божию. Этот мир, это не наш мир. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженновые, когда будут поносить вас Игнать и всяческие неправдаю злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах так гнали и пророков бывших прежде вас. Спасибо. До новых встреч. До свидания.